Станут ли дороже лекарства? Этот вопрос волнует население не меньше, чем цены на продовольственные товары. С внедрением в Казахстане новой кредитно-денежной политики в нашей области контролируются десятки аптек. На повышение стоимости 200 препаратов наложен запрет. Что это за медикаменты, узнавала наша съемочная группа. Областной департамент Комитета контроля медицинской и фармакологической деятельности создан еще в 2009 году. Главная забота специалистов АЭКС-ДИС-12 – качество оказания услуг и реализации лекарственных препаратов. Именно в эту сферу свои коррективы и внесла новая кредитно-денежная политика правительства. Причем для казахстанских производителей медикаментов это только плюс, считает заместитель руководителя профильного ведомства. Это правильное решение в связи с тем, что особенно в последние годы вся продукция российского производства стала для нас очень привлекательной. То это грозило бы нашей фармацевтической промышленности крахом. Дело в том, что мы потеряли бы и рабочие места, и, соответственно, было бы очень тяжело выжить нашим производителям тех же изделий медицинского назначения, лекарственных средств. Накладнее ли сегодня станет болеть? На этот вопрос здесь отвечают отрицательно. Особых изменений в ценовой политике аптек североказахстанцы не заметят. В апреле этого года Акимат области и местные предприниматели в сфере аптечной продажи подписали меморандум, говорит Айгуль Алпкарина. В документе установлены ограничения на цены 200 медикаментов, перечень которых есть во всех торговых залах аптек. Над этим списком работала команда специалистов Министерства здравоохранения. Входят туда препараты разных фармакологических групп. Сюда вошли лекарственные средства обезболивающие, антибиотики, изделия медицинского назначения, жаропонижающие. Цены зафиксированы и меморандум будет действовать до конца текущего года. Большая часть этих препаратов – казахстанских производителей. Но есть и импортные. Это индийские, германские, венгерские и австрийские медикаменты. Цены на них в департаменте мониторят каждый день под контролем 72 аптеки. Фактов о недобросовестной розничной продаже пока не зарегистрировано. Однако, если североказахстанцы столкнутся с необоснованным повышением цен на медикаменты, они могут сообщить об этом по номеру 46 56 60. Александра Солмина, Тимур Рахматуллин, Новости МТРК.